Друзья, я продолжаю идти по Гоголевскому бульвару и приближаюсь к очень знаменательному месту. Сейчас мы с вами посмотрим. Вот видите там дом с колоннами? И здесь на Гоголевском бульваре, в этом месте, снимали фильм «Москва слезам не верит». Здесь уже памятник Шолохову. Московские бульвары сегодня – любимое место для встреч и прогулок. Здесь снимается кино, где Гоголевский бульвар становится не только фоном, но и действующим лицом, как это было в фильме «Москва слезам не верит». Сейчас я думаю, если бы я не обожглась тогда так сильно, ничего бы из меня не получилось. Я думаю, хорошо, что ты на мне не женился. Потому что тогда я разминулась бы в жизни с единственным, но очень любимым моим человеком. А ты не грусти. Все еще будет хорошо, поверь мне. В 40 лет жизни только начинается, это уж я теперь точно знаю. Ну, прощай. И, пожалуйста, не звони мне больше. Сейчас в этом доме номер 10 по Гоголевскому бульвару находится Московский музей современного искусства. Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои самые лучшие на свете зрители. И вот я, как и обещала, снова с вами на бульварах, друзья. Идем искать вместе клад. Да, смотрите, это Royal Albert, очень красивая чайная пара. Это немецкая, а это вообще кофейная. Это все кофейная пара? Ну, вот это кофейная пара коллекционная. Не знаю, видите, вы там не видите. Очень красивая. Вот это две пятьсот стоит, а это у нас стоит три тысячи. Так что... А посмотрите, бокал, на какой ножке, да. Красота. Так, посмотрите, какой кошелек это, что такое. А, серьги здесь выложила. Необычайно красивые серьги. А это кто у нас? Германия? Наверное. Или... Да, это какие-то немцы. Спасибо вам большое. Спасибо. Здравствуйте. Вы уже... Вот так, это Тоби. А я думала, это английские. Нет, это Япония. Это после того, как американцы оккупировали Японию, экономика пришла в упадок, и эти вещи никто не покупал там. Американцы предложили японцам, что мы будем у вас это выкупать. При одном условии будет стоять вот такое клеймо. Это выпускалось с 1946 по 1952 год. Лица были разные. Вот, ну вот... Ну, это кофейный вид, да? Ну, кофейная, ликерная, для виски очень хорошо. А покажите внутри. Внутри. Внутри вот. Ага. Очень мало экземпляров осталось. Даже в антикварном магазине, где она была куплена в Канаде, скупила кафе в этом магазине, и как соусники сметанку в них подали. Ну что же, это можно отнести к сокровищам, да? Это сокровище, да. За сокровищем люди приходите. Спасибо. Пожалуйста. А вот тоже, кстати, у нас очень редкая чашечка. Это из номерного сервиза. То есть она может быть вообще одна единственная в мире. Осталась Силезия. А вот, сейчас ценим скину. И тоже ручная? Ручная роспись, да. Это привезено в 46-м году из Германии. Это девушка, по-моему, да? Нет, там цветочек. Цветочек, а я уже прям в своем ображении. Там такое, как-то стилизовое цветок. Все, я поняла. И номерные сервизы выпускались вот в единичном практически экземпляре. Да. Ну вот видите, я вам пообещала, что сегодня будут одни сокровища. Да. Спасибо. Это сокровище на самом деле. Спасибо, удачи вам. Какое красивое карнавальное стекло. Вот оно. Вот оно. Так что да. Можете смело сюда приходить. А смотрите вот этот. А палаточка у вас. 25. А набор я снимала у вас. Снимали, да? Потому что это вообще прям эксклюзив. Это магнитом он всех тянет. Просто. Я снимала. Сколько он стоит? 20? 15. А, 15. Да. Ну, может быть, цены не уточняла. А вот этот чайник сколько? Это кувшин поющий для вина. Да что? Да. Вот это чашечки, это тоже к нему маленькие. Нет, вот этот. Вот этот. Да. Да. Да, видите, у него сбоку дырочка. Вот она. Там, видимо, вино наливается прямо через верх. И, видимо, создается давление, и он поет, звуки издает. Да что? Да, да, вот такой необыкновенный. Это Дулёва. Причём, это моя сестра увидела в Канаде, в антикварном магазине, и сказала, я не могу позволить себе оставить Дулёва в Канаде. И купила его. Вот. Надя же, я даже не знала, что Дулёва пускала поющие друзья. Вот, да. Друзья, вот, приходите, видите, какие интересные вещи здесь есть. Ещё два дня, ещё впереди два дня, ещё успеете. А сколько такая красота, стойкающая? 8 и недорого. Вот необыкновенные бокалы, это куст хрустальный. Я их снимала, только они по-другому стояли. Ну да, они будут где-нибудь были. Это кобальтовое стекло на экспорт шлоу. Кстати, кобальтовое стекло всё реже и реже становится, потому что не вделок уже. Нет материала. Сейчас фарфор уже выпускается, китайская масса, потому что у нас нет отбеливателя для глины. Я думаю, даже не из-за этого, а кобальт вообще как-то решили, что опасно. Ну, тут это название кобальт, а так-то там же не совсем химические такие добавки. А вот это, что это такое? Вот это? На греческое что-то похоже. Это Греция, да? В 80-е годы привезено из Греции. Новая. Вообще пользовались только вот этой вот, это для масла, сосуд для оливкового. Но использовалась только для, как вазочка для одного цветочка, поскольку после масла сложно мыть. А вот это, и вот это, это всё абсолютно новое. А, это всё вместе? Нет, продаётся по отдельности, пожалуйста. Это... Но это уже керамика. Это керамика, но покрытие 24-каратное золото. Это с эмблемой Греции, видите, Эллиника Мануфактура. Да. Вот. Так что это вот всё. Мы не смогли найти, похоже, ни в одном каталоге. Есть китайская, очень отдалённая, напоминаю. Но в Греции почему-то нет. А сколько ваш знаменит этот Куршин? Он у вас, видите, с пробкой, что редко бывает, неразбитый, целый. Ой, 4800, прошу прощения, вот этот 4. Не важно. А я вижу с этим нашлюбку, это Чехия. Это Чехия, богемия. Да, куница очень редкая была бы... Охота. Вот, да. Они выпускались лоси и белки в Германии, а куницы и лисы в Чехии. Вот как, я этого не знала. Интересно. А какая у вас... Это кофейная пара, считается? Это кофейная пара. Ой, ручная роспись. Ручная роспись, но она только для коллекционеров, она с трещинкой. Я вижу, ну такая красота. Да, тоже не смогли её там оставить, вот больно изящно. А даже кофейная пара у вас есть? Да, это ЛФЗ. Боже мой. А вот эта кжельская, смотрите, это лебединая верность, две чашечки. Это даже без клейма кжели и фамилии мастера, потому что это мужчина приехал на завод с проверкой, описал мастеру, что он хочет подарить своей любимой жене. Она набросала эскиз, она сделала вот это вот, и он забрал это чуть ли не из печи буквально. Слушайте, как это приятно, когда такая вот любовь. А говорят, что только в сказках. Нет, есть настоящая любовь. Человек всю жизнь свою жену звал кися до самой-самой смерти до старости. Потрясающе. Нарма, спасибо вам огромное. И вам так... Ой, я все жду. Еще раз скажите мне... Вот скажите, здесь висел очень красивый бирюзовый халат, который я влюбилась, сразу его отметила. Вы его уже продали, да, Женечка? Да, его забрали в тот же день, да. Это шок, жаккард. Мы посетили много интересных людей, нас посетила. Вот в тот день я видела, у вас много иностранцев было, а вы еще говорили, что у вас здесь местные жительницы, да? О, да, конечно, ходят такие интеллигентные дамы, такого приятного возраста, с собачками маленькими. Они подходят, мы с ними разговариваем, общаемся. Очень интересные, приятные, настоящие мастички. Ну, то есть публика здесь очень... Да, да, публика очень интересная. Да, да, очень интересная публика. И приходят к нам наши знакомые по соцсетям, нас узнают, приветствуют. Вот, мы их, честно говоря, не знаем, они нас знают, потому что смотрят наши каналы, и ваш канал в ТОХИН. Ну, здорово. Так что вот, мы всех ждем сюда. Да, 23-й киоск. Да. Наш домик 23-й на Коколевском бульваре, как раз напротив дома номер 16. Да, Евгения руководитель отдела моды, еще раз говорю, так что приходите. Моды у нас, пожалуйста, выбор, это только часть. Ну, это мы уже показывали, ваше золото мы уже показывали. Сейчас ходим. Одежды, много украшений, очень много новых сейчас будем выкладывать. Очень много серебра советского, серебряных украшений. Да. Ложи Чехословакии. Ой, а мне нравятся ваши ложечки. Ложечки, прекрасно. Это кофейные, вот эти маленькие. Да, это кофейные, таллинн, 916-я проба, серебро с позолотой. О, серебро, друзья, серебро. Это серебро с позолотой, 875-я проба, эмали, Ленинград, тоже 60-й год. Вот это брошь, она маркирована, но марку мы не определили. Это Япония, винтаж и жемчуг здесь натуральный. О, это сокровища, а мы сейчас ходим, сокровища смотрим. Да, можно так сказать. А вот это вот... Это чайницы тоже брошь. Нет, не чайницы, да? Вот это лимошь. Лимошь. Да, 80-е годы. Ой, а можно открыть крышку посмотреть эту шкатулку? Слушайте, какая красота. Вот какие здесь тоже красивые вещи. Маловакия, нильфиоровое стекло. Да. Малахитовое, да, оговорилась. Малахитовое стекло, идеальное состояние. А что, теперь такое не выпускают? Нет, друзья. А вот куколка советская 50-х годов. Эй, прелесть какая. Вот интересный набор в серебре запонки и заколка для галстука. Серебро и перегородчатая эмаль, ручная работа. Ну вот появились у нас такие сувениры. Мы сегодня ходим и все сокровища смотрим. У кого какие сокровища интересные. Да, приходите к нам еще. А вот это вот, кстати, я не видела. Это тоже Лена Мольер, это эмали. Тоже ручная работа. Это советская, да? Да, советская. Лена Мольер. Прелесть. Очень интересные появились янтарные украшения. Сейчас будем выкладывать. Когда выложим, то покажем. Здорово. Спасибо. А что еще можете сказать? Вы довольны, что здесь были? Да, конечно, естественно. Это новое общение, позитивная такая атмосфера. Я думаю, что это мероприятие сейчас отработается в такой формат мероприятия. Я думаю, что регулярно будем встречаться здесь с вами. Вы мне, кстати, новости сказали. Я не знала, что, оказывается, еще не только Гугольский бульвар, а все бульвары. Три бульвара. Да, три бульвара задействованы. То есть, тут не только Блашиный рынок. На остальных бульварах выставлены и работы художников. Да вы что? И работы дизайнеров. То есть, тут нужно, конечно, прогуливаться по все бульвары сразу. А я думала, только Гугольский. Так что, друзья, приходите на всю эту прогулку, да, целый день. Пройдете все бульвары. И еще бы хотела время сказать, с каких этих два дня у нас осталось. Так, у нас осталось три дня. Это у нас пятница, суббота, воскресенье. Мы работаем с 12 до 21 часа. Великолепно. 6, 7 мая. Приходите. Ну что ж, удачи вам. И вам тоже. Ох, какая прелесть. Друзья, а это нам нужно всем, кто на заре встает, песни звонко поет. Это для нас. Это отдельная тема для поста, потому что это работы. Вот здесь целая коллекция работ известной вышивальщицы, которая работала с музеями, делала вышивки для музеев. Это музейные вещи. И вот ее работы. Ой, да вы что. А и вот эта вот девушка. Вот такие неваляшки. Вот такие картины. Вот прекрасная картина. Это полностью вышито все гладью. Еще какие-то работы. Вот тоже ее куколки. Вот ее работы тоже. То есть это уникальные вещи, узнаваемые, имеющие авторский почерк. Уникальные вещи в единичном экземпляре. Ладно, Женечка, я с вами прощаюсь. Вам удачи. Всего самого-самого хорошего. А сколько стоит ваш крест? 500. Какая красота. Вот еще, кстати, вот эти куклы, да? Да, эти куклы, эти картины вышито. И вот еще. Очень-очень мелкие швы. Гладью, заполнено все поле абсолютно. Друзья, ну что же, это тоже сокровища какие еще. Как я проскочила тогда, только про вашего этого льва спрашивала. С зайцем. И вот здесь, смотрите, шелкография тоже. А сколько ваша шелкография? Около трех. Так, 23-й, 23-й павильон, друзья. Вот это или бакелит, или как вы его еще назвали? Карболит. Карболит. А бакелит и карболит, это разные вещи. Сомого, одна и та же. Там примерно оттуда тоже. Да? Похоже. В России. В Советском Союзе начало выпускать карболит. Ну да. На дону 500 рублей. Ну имеется в виду с блюцем. С блюцем, да. С блюцем, да, парой. Кахла, это в ДДР, в СКОР. Кахла, знаю, да, да, да. Потому что выпускали не только и в Польше. Да, калу я у вас не снимала. Так что видите, сокровища продолжается. А вот это вот замечательный барбос. Рыжий? Да. Ленинград. Сколько он стоил? 2400 рублей. А большая такая фигурка. Нет, нет, нет. Нет. Да. 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 У вас наличные лики будут? Да. А это 800 рублей. Не расскажете про эту даму? Это старая, по-моему. Это какие? 900-е годы. 900-е? Да. То есть это до революции даже? А кто что не здесь? Это или Астрия или Германия, я не могу. Это 500 рублей, что вы взяли. Сахарница. 63-й год. Видно. Ну вот, я сегодня хожу и одни сокровища снимаю. Вот у вас это сокровище я вижу. А какие-то еще есть? Ну, конечно, что вас интересует. Старый колокольчик. Ой, какой звук замечательный. Тоже 900-х годов. Ой, какой звук. Там мастер написан. Надо же. И сколько такая прелесть стоит. Холокольчик 6,5 тысячи. Ой, какая прелесть. А большинство это не любит? Эти 3,5 тысячи. Так, а это какое-то лицо знакомое. Это кто такой? Надо же. Гусь-хрустальный. Кусинский. Ой, понятно. А я думаю, прямо какое-то знакомое лицо. Откуда-то из прошлого. Вот. Франжа старая, 40-х годов. По все время, вот, я просто вам выгод. Смотрится? Да, да. Вот, сейчас, смотрите, переверну. Вот, здесь вот, клеймо фража. О! Видно? Да. Это посеребрение. Ага, здорово. А вот эти вот, чайник и сахар. Это СССР-овская, СССР-ского периода. Ну, это старая какая-то. Нет, это примерно 60-е годы. Ну, относительно старая. Но очень красиво, кстати. Да, вот то, что там, птички, белочки, собачки, это уже 50-х годов. Ага. Да. Ну, это я видела. Нет, я вообще вам говорил, что это уже. О! Это дядь Кузнецов. Да вы что? В Москве, да. Вот, видите? О, капельник. Это сахарница. Да. Ручная роспись. Да? Да. Ручьем пузнецов. Или деколик. Ну, это роспись. Да. Ну, да. Так? Спасибо вам, удачи, потому что классно. С вам здоровья. Да, спасибо вам. Палатка номер. А как? Да, она без номера. Без номеровая? Да, если вот с краю взять, то раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, а откуда? От метро. Откуда, ой, я не посчитаю. Да? Да. Понятно. Чтобы люди вас нашли. Вот моя прекрасная леди напротив нее. А, напротив 23-го дома. Да, и все, так будет проще. Да, да, да. Так что приходите, друзья. И не лезь в банке. Еще три дня. Лезь, да. Ну, я. Дорогие зрители. Я с вами не прощаюсь. Мы продолжим искать сокровища. Желаю отличных выходных и будем надеяться на хорошую погоду. Все, всем всего самого лучшего. До встречи, мои дорогие. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok